ВК-образование представляет? Новогоднее шоу, в котором эксперты экосистемы ВК подводят итоги года и говорят о технологиях. Привет, это Костя Сидорков, и прямо сейчас вы будете смотреть новогоднее шоу от ВК-образования. Тут вы узнаете не только все самые последние новости от компании ВК, но а также увидите крутых экспертов и узнаете, как же можно попасть в IT. Алиэкспресс. Дима Рябинин и Ксюша Рязанцева. Дмитрий Рябинин, директор направления Life & Fit Алиэкспресс Россия, научит, как зарабатывать миллионы, не выходя из дома. Ксения Рязанцева, руководитель продуктового направления социальной коммерции Алиэкспресс Россия, знает, что будет хорошо продаваться в 2022 году. Ну, рассказывайте, какие сейчас есть тренды в социальной экономике? Сейчас социальная коммерция просто летит. Это топ? Это новые черные? Нет, нет. Лайвстримы — это новый топчик, это прям бомбически. Причем, ну, это прям очень круто. Как лайвстримы могут быть вообще связаны с коммерцией? Ну, ты наверняка представляешь что-то вроде магазина на диване. И ты не прав. А, слушай, да, так это же было, типа, лет 20 назад, там стоял ведущий, нужно было куда-то звонить, что-то покупать. Я хочу кофе в постель, даже если это будет рубрика «Текстиль» Оксаны Лепешевой. То есть, подожди, это как-то все сейчас перешло, собственно, в интернет? Что это из себя представляет? Блин, ну вот это большое заблуждение, потому что это все скорее про такие безумные истории мировых стримеров, которые за считанные часы зарабатывают миллионы долларов. И это прям очень круто. Подожди. И более того, ты и любой желающий может стать вот этим стримером. Подожди, я просто единственный стример, на которых я знаю, может заработать миллионы долларов. Там, ну, нужно сидеть не в одежде перед камерой. Нет, это совершенно не так. Про то, что говорит Дима, это пример китайского блогера Лидия Ци, который за прошедший месяц продал 15 тысяч губных помад. И это вот нынешняя реальность. Лайвстриминг становится, по сути, новым телевизором. Вот этот блогер за один стрим продал товаров почти на 2 миллиарда долларов. И это реальность. То есть это то, что происходит здесь и сейчас. И мы работаем над тем, чтобы, ну, наша платформа открыта, и мы работаем над тем, чтобы каждый мог реализоваться и стать вот такой звездочкой шопинга. Ну, хорошо, что мы не стали в нашей трансляции уточнять, какого пола был этот блогер. Опустим этот момент. Ну, а помимо лайвов вообще, что сейчас происходит интересного в социальной коммерции? Слушай, ну, социальная коммерция – это не только действительно лайвстриминг. У нас в Алиэкспресс мы активно реализуем свою концепцию ISBS – это Integrated Social Behavior Shopping. Так, давай на простом языке. Окей. Это интегрированный социально-поведенческий шопинг. Мы пытаемся встроить в обыденное поведение, обыденные паттерны пользователей, паттерны активности пользователей в соцсетях, и не просто продать ему продукт. Мы не хотим продавать как раз. Мы хотим пользователей познакомить с возможностями, которые он может найти у нас на площадке. Потому что это не только покупка напрямую товара, но и ознакомение через тот же лайвстриминг или же заведение собственного блога. То есть, по сути, мы интегрируемся в повседневную активность пользователей. То есть это не шопинг в чистом виде, это счастье. Это социальная коммерция. Торгает счастьем. Счастливый. Абсолютно так. Надо приучить себя, что каждый раз, когда с банковской карты происходит списание, нужно думать, что это все счастье просто. Ксюша правильно сказал, часть большой системы АСБС, что абсолютно уникальна на рынке в России и больше ни у кого нет. Только на Алиэкспрессе. Вот АСБС я пока, честно говоря, так и не запомнил. Но вот история про парня, который за миллиарды долларов красит себя губной помадой и продает ее, это топчик. Игорь Синяк, тебе большой привет. К 24-му году каждый пятый товар в России будет продаваться онлайн. Мы абсолютно точно можем назвать. Следующий год годом социальной коммерции и лайвстриминга, потому что этот тренд просто прет. И Россия имеет все предпосылки стать номером один в мире. Ну, по крайней мере, по креативным инновациям, что у нас сейчас уже происходит. То есть наши большие шоу, квесты, они уже сейчас служат референсами для других стран. И у каждого есть шанс прямо здесь и сейчас стать новой звездой шоппинга. Расскажите мне про итоги года. Я видел цифры про, во-первых, 11 ноября. Это день, ваш главный день распродаж. Мы сделали за один месяц более полутора тысяч блогерских стримов. И каждый стрим — это огромная работа. То есть это техническая работа, потому что там огромное количество интерактива, таск-механики, купонные механики, конкурсы. Блогер может это сделать сам? Плюс дополнительно, да, это открытая платформа, которая открыта не только для покупателей и продавцов, но и для блогеров. То есть вам самостоятельно принимать участие? То есть, в принципе, каждый блогер может прийти к нам, выйти в эфир и получить деньги, славу. Да, лайв-стриминг, то, что уже заметил Дима, это полноценное технологическое решение. И что интересно, что не только ведущий, он взаимодействует с аудиторией, но тот же самый зритель, который просматривает в данный момент лайв-стрим, он может непосредственно поучаствовать в процессе. Ну и в конце, какие у вас планы на следующий год? Хотите ли вы найти еще блогеров с губной помадой, или вы хотите построить самую большую лайв-стриминг-империю? Однозначно 2022 год будет годом социальной коммерции и лайв-стриминга. И у нас есть абсолютно все, чтобы стать лучшим местом, где нужно не только покупать товары, но и творить. И мы делаем все для самореализации наших любимых блогеров, чтобы помочь нашим покупателям и продавцам. Дима, ты так хорошо продаешь, совершил свою первую покупку на Алиэкспресс, и прямо сейчас я вам ее продемонстрирую. Своим примером мы всех пользователей Алиэкспресс поздравляем с таким грядущим антиковидным, надеюсь, следующим годом. Спасибо, ребята, что пришли. Спасибо. Класс, я надеюсь, это не последняя покупка.